Коллеги, добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о визуализации данных в клик. Какие есть типы диаграмм, для чего они используются, какие у них есть основные настройки и что можно вообще делать в плане визуала, используя кликсенс. Занимаясь визуализацией данных, могут возникать разные задачи. Например, это могут быть задачи сравнения, как в разных филиалах идут продажи, объемы продаж, как выполняется там, план, прогноз, вот эта вот вся статистика. Или, например, нам нужно визуализировать иерархическую статистику, что наследуется от чего, что является классом чего-то. Или посмотреть какую-то динамику. И для всего, для каждого этого действия есть свои типы визуализации. То есть люди уже придумали, как визуализировать, как отображать данные, чтобы максимально комфортно их было считывать и интерпретировать. Стандартный набор визуализаций можно разделить на следующие группы. Это визуализации сравнения, какие у параметров есть сходства или различия, когда мы хотим посмотреть, в чем они похожи или чем отличаются. Мы используем эти типы визуализаций. Визуализация типов связи. Когда, допустим, есть два или более параметров, подобного рода визуализации позволяют нам посмотреть, если корреляция между данными, как эти данные друг с другом соотносятся. Также есть визуализация типа структуры. Чаще всего используется для отображения того, как нечто делится на составные части. Например, можно посмотреть процентную долю отдельных регионов в общем объеме продаж. Дальше идут визуализации распределения. То, как данные группируются и какие присутствуют диапазоны значений. Есть ли какие-то выбросы, отклонения от стандартных значений и подобное. Визуализации выполнения. Тут все просто. Это различные наши любимые KPI, ключевые показатели эффективности. Это необходимо для быстрого определения, были ли достигнуты необходимые показатели. То есть, если нам нужно дать сразу явное понимание человеку, есть ли что-то плохое в том, что он сейчас видит, мы просто делаем большую кипяйку где-нибудь сверху, и он сразу видит, что вот до продажи упали на такое количество пунктов. Надо разбираться, в чем там проблема. Дальше идут просмотр географии. Используется, когда необходимо визуализировать данные на карте. Также в клике есть элементы, которые не относятся к визуализациям непосредственно, но позволяют более гибко настраивать пользовательский интерфейс. Это различные элементы, такие как кнопки, контейнеры, текст с изображением. Вот это все позволяет простраивать хороший, качественный дашборд с пользовательским интерфейсом, чтобы пользователю было удобно этим пользоваться и понятно, что нужно делать на конкретном дашборде. В принципе, информации будет достаточно много, так что не стесняйтесь нажимать на паузу и делать скриншот экрана, чтобы сохранить ее себе и в дальнейшем использовать в своей работе. Так как понятно, что в рамках одного видео не получится прям показать весь функционал, который есть в клик по части визуализации, давайте просто создадим с вами тестовый проект с какими-нибудь тестовыми данными. Например, вот этими тестовыми данными. Мы просто копируем вот эту ссылку, ну, видите, что мы можем брать какую-либо информацию с официального сайта Microsoft'а, и просто берем, копируем адрес ссылки и вставляем ее в готовый проект как веб-файл. Нажимаем тест 1. Следующий. Загружаем таблицу. Понятно, загрузить данные. Все, у нас есть тестовые данные, и теперь вы сможете на этих тестовых данных проверять какие-либо вещи, о которых я буду говорить. Просто там нажимайте тоже на паузу и пытайтесь сделать то, что вам интересно, то, что именно сейчас для вас является важным. А я двигаюсь дальше. У большинства визуализаций есть стандартные настройки, такие как заголовок, подзаголовок, различные сноски. Сейчас я продемонстрирую. В дальнейшем будем чуть быстрее двигаться и не будем останавливаться на конкретных визуализациях, но выглядеть это будет примерно так. Давайте добавим измерение дата. Давайте добавим меру продажи по сумме продаж. Вот. Что у нас здесь есть возможность поменять сразу? Это базовые элементы, такие как заголовок. Также у нас есть возможность поменять, поставить различные метки на измерение, на меры. То есть поменять здесь дата на дата. Ну, такие базовые, очень базовые вещи. Также есть возможность написать, оставить подзаголовок, добавить какие-то лейблы, сноски. И вот всякие такие штуки. Сейчас продемонстрировал. Заголовок, подзаголовок, сноска. И такие вещи можно делать практически в любой визуализации. Они являются базовыми стандартными. На данной диаграмме мы видим, что измерением у нас, посмотрите внимательно, измерением является дата, а мерой являются продажи. И поэтому у нас выглядит вот эта вот линия, ее высота. Дата – это, по сути, сумма наших продаж. А движение от точки к точке – это, по сути, наши даты. Но в разных графиках, в разных визуализациях, меры и измерения выполняют разную роль. Давайте просто выведем списком, что является чем на различных графиках. Измерения будут, в зависимости от графиков, барами, различными столбцами. Меры в этом случае будут высотой какой-то, длиной бара. Также измерения могут быть метками или пузыриками. В этом случае меры будут позициями, метками или размером пузыриков. Измерения могут быть точками на линии, секторами диаграммы, прямоугольниками в карте дерева и какими-нибудь ячейками в таблице. Меры, соответственно, будут какой-то позицией или формой точки на линии, цветовым градиентом, размером сектора диаграммы, размером прямоугольника, значением ячейки в таблице. То есть, все, что может меняться. В зависимости от того, какие диаграммы мы можем использовать, какие диаграммы мы используем, меняется количество мер и измерений, которые мы можем на них добавлять. И от этого будет зависеть то, что будет отображаться. Например, комбо-чарты, они позволяют нам вводить несколько мер и по-разному их визуализировать. Давайте я сейчас продемонстрирую, как это будет выглядеть. Например, количество продуктов. Добавляем скидки, средние скидки. Вот, это может быть так. Здесь мы можем поменять на полоски или на маркеры, на различные точки. То есть, в зависимости от того, сколько мы мер измерений добавляем, график может выглядеть по-разному. То есть, высота полосы, высота маркера. Мы можем еще добавить различные градиенты под различные визуализации. Полный список того, что мы можем делать, какое количество мы можем добавлять в меры измерений. Можете видеть сейчас на экране. Что еще нужно знать в визуализациях? Что у нас есть такая вещь, как сортировка. Вы можете видеть ее вот здесь. И здесь мы можем выбирать. Мы хотим сортировать по дате, по продукту. Ну, допустим, сейчас покажу. Если мы отсортируем по продукту, то у нас вот самые большие сначала будут отображаться значения, а потом более мелкие значения отображаться будут. Внутри этой сортировки мы также можем выбрать различные вещи. Можем выбирать по убыванию, по возрастанию, отсортировать по алфавиту. Ну, в данном случае это нам ничего не дает. Или там по дате тоже... Сейчас мы переставим дату наверх и посмотрим, как это будет выглядеть, сортировка по дате. По убыванию. Тоже там с 12 по 11 число в обратном порядке. Или там по алфавиту. Ну, тоже в данном случае это нам не сильно что-то дает, потому что у нас здесь не используются наименования какие-то. Вот. Если у нас больше было бы столбцов, если бы у нас больше было элементов для сортировки, мы могли бы сделать более сложную. То есть, сначала он сортируется по первому значению, потом по второму, потом по третьему, ну и так далее. Можно достаточно сложную логику выстраивать. Также на большинство диаграмм, на большинство визуализации мы можем добавлять опорные линии. Опорные линии — это дополнительные линии на графике, позволяющие выводить абсолютное значение или какие-то произвольные выражения. Также у нас присутствуют и некоторые другие элементы, такие как текст, кнопки, картинки. Ну, то, о чем я рассказывал дальше. Давайте посмотрим, что делает контейнер, для чего нужен контейнер. С помощью контейнера мы можем, в принципе, переключать визуализации, какие нам нужны, какие мы хотим видеть, какие не хотим. Например, мы не хотим видеть сейчас по какой-то определенным условиям, ну, сейчас поставим просто ноль, комбинированную диаграмму, поэтому вводим ноль, нажимаем Enter, и теперь она не будет отображаться. Это может быть какая-то формула, например, какая-то кнопка, которая будет включать нам, выключать определенную переменную, или какие-то еще вещи, которые будут переключать условия показа. Кнопки дают нам возможность делать следующие вещи. Это различные варианты, связанные с навигацией, различные варианты, связанные с выборками и много еще чего, там, включение, отключение переменных, включение, отключение визуализаций, какие-то сноски, какие-то, ну, в общем, очень полезная штука. Давайте сейчас посмотрим на некоторые возможности KPI, что можно интересного и красивого сделать для KPI. Добавим, например, продукты, их количество. Так, и подпишем количество продуктов. Пойдет. Дальше зайдем в вид, выключим цвета в библиотеке, включим условные цвета, и сейчас мы видим, у нас есть вот состояние цвета. Выберем какой-нибудь, например, зеленый. Вот. Мы поменяли цвет стандартной визуализации, но представим, что мы хотим сделать так, чтобы если у наших количество продуктов уменьшилось до 350, он загорался красным и сразу визуально отображал, что есть какая-то проблема. Для этого мы добавляем предел. У нас теперь есть, разделилась полоска наша на две части, на зеленую и синюю. Давайте обратно поменяем зеленую на какую-нибудь такую красноватую, а синюю на зеленую. И раздел поставим не в 700, а в 350. Вот. Теперь мы видим, наше текущее значение находится здесь, и если наш показатель уменьшится до 349 хотя бы, тогда мы увидим, что кипясь станет красным. Давайте красное и проверим. У нас есть формула выражения продуктов. Давайте просто разделим на 3. У нас получилось 233 и 3. Мы видим, как наши цифры стали красными. Давайте сейчас включим градиент, посмотрим, что будет. Градиент позволяет нам не использовать моноцвета, там, один какой-то конкретный цвет, другой какой-то конкретный цвет, а использовать плавные переходы. То есть, если это значение будет меняться, мы сможем плавно увидеть, что вот сейчас чуть-чуть хуже, чем было раньше, сейчас там еще хуже, и в какой-то момент он станет прям красным или прям зеленым, и мы сможем видеть, как это будет выглядеть. Давайте поставим, например, 1.2, и мы видим, что чем ближе к нашим идеальным значениям, тем вот более такая зеленоватая цифра у нас получается. Отключим пока градиент, чтобы он нам не мешал. Еще, что может, что можно сделать с помощью KPI? Мы можем, нажав на какой-либо из этих цветов, выбрать иконку, символ, которая будет появляться, если здесь в этом случае что-то пошло хорошо, или в этом случае, если что-то пошло плохо, например, вот такой вот, какой-то символ выберем. Давайте еще раз нажмем, поставим 3. Во-первых, оно покраснело, во-вторых, появился вот такой вот символ со знаком стоп. Можем добавить сколько угодно различных пределов, можем добавить какое-то количество, сколько нам нужно, на самом деле, для наших задач. Также, в данном случае, мы можем ставить какую-то формулу, чтобы это было не просто там 0,700, какие-то вот граничные значения, а чтобы это было плавающее, плавающее разделение, чтобы после какого-то определенного порога у нас, ну, допустим, если у нас есть какой-то определенный план, и нам нужно продать больше этого плана, то мы прямо здесь указываем, что вот сумма плана такая-то, и нам нужно продать больше этого плана, и тогда будет формула работать в зависимости от уже существующих данных. В тексте можно использовать меры, просто нажимаем добавить меру, вводим тот же count product и у нас здесь выводится какое-то значение. Можно также его отредактировать, взять какие-нибудь скобочки, ну, то есть, просто работаем как с текстом, просто иногда добавляем меры. Картинки вставляются примерно так же, то есть, мы выбираем изображение, добавляем его, тут есть возможности отцентровать, ну, стандартный, стандартный редактор текста, все, что мы хотим делать с текстом, можно сделать, то есть, выделить, подчеркнуть, убрать, выбрать шрифт, добавить гиперссылку, ну, то есть, стандартный наш редактор текста, все, что угодно можно здесь написать. Ну, и опять же, так как у нас есть контейнер, мы можем выбирать любые вещи в этот контейнер, кроме других контейнеров, и переключаться, вот такой вот, получается, подменю, которое позволяет нам выбирать, что мы хотим видеть. И вот такие вот вещи мы можем получать, красиво, используя различные визуальные эффекты кликсенс на различных диаграммах, на различных графиках. А в следующем уроке мы с вами посмотрим на скриптинг, более углубленно посмотрим, какие там задачи можно решать, с помощью скриптинга, какие решаются, ну, то есть, зачем нужен нам какой-то сложный скриптинг, зачем нужны дополнительные таблицы, что они нам дают для визуализации в клике. На примере мастер-календарь посмотрим, как это выглядит, и если успеем, разберем переменные, но, наверное, это будет еще через урок. Вот. А на сегодня все. Обязательно не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик. Это очень важно для того, чтобы не пропускать новые интересные видео. А на сегодня все. Всем пока и удачи. Увидимся.